Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала «Точка кипения». Я его ведущий Эльмар Гусейнов, историк и журналист. И сегодня мы с Максимом Шевченко, с нашим гостем, обсуждаем захватывающие и трудные к пониманию события, происходящие в мире. Почему третье десятилетие 21 века, который начинался так вроде бы неплохо, спокойно, с развитием новых технологий, бурным развитием экономики в разных частях мира, сейчас превратился в арену и во время острейших конфликтов больших, малых стран, великих стран между собой, конфликт, может быть, идеологий. Что происходит, Максим? На самом деле мало кто может понять, пытаясь объяснить происходящее привычными старыми концепциями, марксизмом или либерализмом или консерватизмом. Три таких наиболее распространенных концепции, потому что все это не объясняет до конца происходящее. Ты обязательно должен какую-то группу записать в фанатике, например, там вот Хамас, да? А это как бы вот они не умещаются, ни коммунисты там, ни консерваторы, если посмотреть, там не либералы, кто? А это исламисты, их отбрасываем. А то, что в Индии происходит, где Мади там делает вообще такую консервативную революцию, возрождая просто кастовое общество, идущее еще отупанишат, ответ, это вообще как бы не комментируется, потому что не укладывается в сознание. В Китае выступает Си Цзиньпин, но это коммунисты, с ними все понятно, но это же не коммунисты, потому что то, что говорит он о единой судьбе человечества, это, ну, мягко выражаясь, далеко не западная интерпретация происходящего. Происходит конфликт цивилизаций, конфликт цивилизаций, который требует от нас, от интеллектуалов, от людей, которые хотят понимать движение этого урагана истории, урагана времени вокруг нас, урагана событий. Мы хотим понимать, какова его природа и что происходит. Мы сейчас стоим на очень интересной такой черте, когда старое не объясняет, и вырвались какие-то новые процессы, которые требуют новой интерпретации. У нас есть как бы две концепции, которые были в 90-е годы вброшены в мир. Они не сильно научные, они скорее такие политические, публицистические. И обе концепции пришли из Америки. Это концепция конца истории, значит, Фрэнсиса Фукуяма, и концепция конфликта цивилизаций, Сэмуэла Хантингтона. Фрэнсис Фукуяма говорил о конце истории, ориентируясь на гегелевское определение конца истории. А по гегелю конец истории, это когда дух истории, то есть некая сложная совокупность культурных, экономических, социальных, цивилизационных и метафизических разных нюансов. Уже гегель был все-таки идеалистом, поэтому метафизика у него тоже присутствовала. Приведет к моменту, когда государство или формы организации народа полностью ответят на запросы общества. Когда что-то хочешь, то и будет. Отсюда выходила формула коммунизма, знаменитая, когда при коммунизме все что-то только захотел, тебе сразу раз так, и откуда-то вылезло, как в фантастических романах, из какой-то дверцы. Кнопочку нажал, там, оп, тебе новая одежда, новая, там, еда какая-то, самая, там, изысканная, фуагра какая-нибудь, да, или что-нибудь еще такое. Это, как бы, такое утрированное представление конца истории, коммунизм, да. Но, в целом, конец истории. Фукуяма сказал, вот, либеральное общество победило, значит, коммунизма больше нету, Советский Союз, как бы, и сдох, его нету, да, он разрушился, не выдержав схватку за формулирование конца истории. Либо по коммунистическому варианту, либо, значит, по либеральному варианту. А еще был третий вариант конца истории, по националистическому варианту, он был разгромлен в 45-м году, когда, вот, считалось, что в конце истории должна быть раса, господ, белая раса, которая, значит, там, является благодаря воле, генетике, крови, культуре, ну, в общем, всему тому, что составляет, так сказать, содержание сути белого человека. И мне поразило то, что недавно Нетаньяху, давая интервью одному, по-моему, американскому журналисту, сказал, что Израиль это и есть носитель вот этого комплекса белого человека, буквально дословно повторив то, что в 20-е, там, годы 20-го века говорили его предшественники, такие националисты, тоже радикальные. Но это потерпело поражение тогда, вот, как бы, в масштабе большой истории, потому что Израиль это маленькое пятнышко на карте. Казалось бы, там есть более сложные моменты. Вот, и вот Фукуяма сказал, да, все, вот, либерализм, сейчас общество потребления, сколько хочешь там сникерсов, тебе все будет, вот, деньги, вот, изобрели деривативы экономику, финансовая экономика, обязательств долговых, да, когда, ну, грубо говоря, для наших зрителей, когда я тебе говорю, Эльмар, слушай, через 100 лет я построю, там, на Марсе, там, города, и вот, давай-ка, под это дело мы создадим сейчас акции, обещания. Эти обещания будут обеспечены такими деньгами, которые мы выпустим. Даже не надо печатать их, да, это, как бы, ты мне поверишь, что я тебе, вот, обещаю, что у меня, там, есть, там, на триллион, там, долларов, там, условно говоря, вот, проект, под этот, под мой триллион долларов, которого нету, ничего нету, ты, там, в банке придешь и скажешь, вот, у Максима, там, есть проект на триллион, вот, я хочу вот это, там, еще свои, как, выпустить обещания на его обещания. И вот эти взаимные долговые расписки будущего, деривативная такая экономика, это то, что тоже возникло в 90-е годы, фактически, стало массовым таким, тотальным, да, что дало миру огромные ресурсы. Социальные сети, ну, реально, конец истории, казалось бы, все. Однако, нет, ни хрена не конец истории, понимаешь ли. И тут мы вспоминаем Сэмуэла Хантингтона, который сказал, нет, все будет не так. Так, цивилизации так просто не сдаются, цивилизация, это вам не просто какое-то культурное пространство, где живут туземцы, которые, там, поедают на берегу океана, там, банан, и поглядывая на горизонт, не появится ли парусная, там, бригантина, на которой плывут цивилизованные англичане или французы, да, чтобы научить их, там, носить нормальную одежду, правильного покроя, там, парижского курить, там, сигары. Не есть людей. Не есть людей, там, да, там, не молиться, там, как, вот, молятся, ну, что такое. Руссо сказал, все, как бы, вообще, все от обезьяны произошли. Зачем молиться, если все произошли от обезьяны? Правда, если все произошли от обезьяны, то молитва, это просто какой-то странный психологический феномен потомка обезьяны, понимаешь? Вот, как бы, он издает такие какие-то ритуальные вещи и верит во что-то странное. Если ты от обезьяны, вот он от обезьяны, мы от обезьяны, я от обезьяны, то зачем молиться потомку обезьяны? Кому молиться? Дарвину, что ли? Эволюция? Ну, абсурд какой-то. Говорит, просвещенный белый человек, пришедший из Европы. Нет, сказал Хантин, он так не будет. А белая цивилизация, это мы уже добавляем за ним, он это не говорил, он имел в виду, что будет конфликт западной цивилизации, исламской цивилизации, китайской цивилизации. Он говорил вообще в основном про китайскую и про западную, что Китай будет выбираться из-под спуда вот этой вот западной такой оболочки, которая на него как бы надевалась сверху, да, на протяжении англичаней. Западная экспансия в Китай началась в середине 19 века. До этого Китай был абсолютно самодостаточен. Опиумные войны, когда китайцев заставили покупать опиум, уничтожая буквально их генетически. Наркотики им продавая, зарабатывая на этом деньги. Такое первое начало либеральной экономики. Чтобы знали многие поклонники либеральной экономики, либеральная экономика берет свое начало от опиумных денег, которые были заработаны на принудительной наркотизации огромных масс китайского народа. Когда их заставили это делать. И англичане на этом получали бабки, которые пускали там в развитие своей промышленности. Деньги же откуда-то должны взяться. Энергия финансовая откуда-то должна взяться. Хантин сказал, что нет, вот Китай будет идти как бы самодостаточно, будет конфликт. Исламский мир, по большому счету, никто не считал всерьез, не учитывал. Считалось, что исламский мир после Первой и Второй мировых войн раздроблен, оккупирован. Все исламские государства практически, кроме Ирана и Турции, созданы не мусульманами. Особняком стоят советские республики бывшие, среднеазиатские. Но они точно созданы не мусульманами, они созданы товарищем Сталином. И Азербайджан, который тоже создан коммунистами, по большому счету, ЦК КПСС. В общем, все практически. Турция, она создана Кемалем, который сумел отбиться в 20-е годы. Иран, значит, это 20-е годы тоже революция, значит, династия Пехлеви пришла. Вообще, до Второй мировой войны существовало только два мусульманских государства, Турция и Иран. А сейчас они что, границы всех так называемых исламских государств проведены не арабами, не берберами, не кем-то либо еще. Они проведены англичанами и французами. По крайней мере, на Ближнем Востоке, в зоне ближайшей досягаемости. Когда ты садишься на корабль в Марселе и должен пристать в исламском мире, тебе надо все на все переплыть в Средиземное море. Правда? А из Марселя, так еще в Тунис и Валжир, еще ближе. Это вообще был до 60-х годов заморский департамент, просто территория Франции, Алжирова. Правда ведь? Вот ты как француз. То есть, все создано ими. Границы рисовали. Как француз, как поклонник, любитель Франции. Как поклонник, да, Франции. Сайкс-Пико, там, где, значит, договор, все рисовали французы и англичане. Мусульмане ничего не создавали. Казалось бы, а что создавать? Это вот покоренная цивилизация, исламская элита европеизирована. Деньги вкладывают там не в Багдад, не еще куда-то, а там в Лондон, в Париж. Даже если потом вот сейчас в Дубай начали вкладывать, все равно это Дубай, это абсолютно дутый экономический пузырь, финансовый, прачечная. Ты покупаешь недвижимость в Дубае, потом ее перепродаешь, через какое-то время, израильтянину, например, с дискаунтом каким-то. И уже деньги становятся чистые, через Израиль такая двойная цепочка. Эмираты, Израиль, и уже с этими деньгами из Израиля ты можешь идти в Америку, например, и в Европу. Уже как бы не спрашивайте, а откуда у тебя там деньги, вот ты дагестанец, откуда у тебя там сотни миллионов, например, долларов. Сколько дагестанцев сейчас поежились. Да, так это вот так делается. Уже как бы все, то, что прошло через Израиль, уже как бы... Через Эмираты. Нет, из Эмиратов еще нельзя просто. Еще нельзя, да. А вот Эмираты потом в Израиле еще вторая как бы просушка, отмытых. Уже как бы можно уже во Флориду там что-то купить или в Калифорнии. Исламский мир жил, ему навязали разные идеологии, которые были пародийны, на мой взгляд, по отношению к европейским. Национализм, коммунизм, либерализм. И когда вот я читаешь там идеологию арабского национализма, например, ну как бы так, в общем, понимаешь, что это как если там на, условно говоря, там яблоню привить там березу, понимаешь, или что-то, или даже не знаю, не березу, а козу, например. Пусть коза скрестит ее с яблоней. Какой-то такой цивилизационный такой эксперимент, лысенковщина какая-то цивилизационная. Был такой биолог лысенко, который все там обучал растениям. Мичуринская, я бы сказал. Ну да, а тут вот обучали как будто цивилизации. Вот вы должны ходить там в костюмах, курить, пить обязательно. Ваши женщины должны ходить там полуголые, как это ходят там по парижской моде. Там и так далее, и так далее, и так далее. Это не только про исламскую цивилизацию. Это и про Россию тоже, которая ввела эту войну с вестернизацией, с западной экспансией на протяжении достаточно долгого времени. Это про Китай, это про весь мир. Просто ислам, как очень целостные мироощущения, самодостаточные, он находится ближе всего к западу. Еще раз говорю, Средиземное море. Географическим. Географическим. И поэтому конфликт наиболее жесткий, наиболее жестокий. Израиль, современный Израиль, по большей части, не могу сказать про всех израильтян это, он является просто западом. Это запад, это часть запада вылизанная, отфильтрованная, структурированная, которая буквально втиснута в тело исламского мира, вплоть до физической зачистки от носителей исламской цивилизации, которых изгнали с этой территории, освободили эту территорию от них. Максим, давай не будем преувеличивать. Нет, а я не буду преувеличивать. Все-таки среди граждан Израиля, около 10 миллионов человек, миллион арабов-мусульман числится. Ну и никто их не выселяет. Они голосуют. Это не совсем так. Они служат в армии. Числится. Когда так скажешь про евреев, знаешь, что является признаком антисемитизма? Да ладно, какой я антисемит, у меня есть друг еврей. Это вот сразу маркер. Ага, ты антисемит, значит, ты считаешь, что евре... Я не антисемит. Нет, я понимаю, это вот человек, который так говорит. Поэтому, когда ты говоришь про Израиль, там даже есть миллион арабов, миллион мусульман, которым там хорошо живется, это лишнее доказательство сегрегации и чисток, именно только не этнических, а цивилизационных чисток. Конфликт идет не между евреями и палестинцами. Израиль это точка максимально острого конфликта между Западом, западной цивилизацией, которая обрела превосходство за счет экспансии, за счет войны, за счет эксплуатации всего остального мира, за счет навязывания всему остальному миру своих финансовых систем, за счет навязывания всему остальному миру своей этики, еще и разрушая ту этику, которая была во всем остальном мире и которая насчитывает тысячелетия истории, как исламская этика или идуистская этика. Тебе не кажется, что так всегда поступают цивилизации? Нет, так поступает только одна цивилизация, так поступает только западная цивилизация. Даже монголы, когда пришли в Китай, приняли китайскую цивилизацию. А Запад, всюду приходя, навязывает свое, потому что его цивилизационные принципы позволяют правящей элите Запада господствовать и удерживать мир в подчинении монетаризму, технократизму, империализму. В конце концов, новый империализм, он именно в этом и заключается. Культ силы, культ технического превосходства. Разве не все цивилизации империалисты? Нет. Империалистическим является только западная цивилизация. Только западная философия сформулировала принцип тотальной экспансии, тотального миссионерства и этот принцип универсализма, который говорит о том, что на самом деле, несмотря на культурные различия, все люди произошли от обезьяны, понимаешь? Не важно, как там думает миллиард мусульман, не важно, как думает миллиард индусов, миллиард китайцев, не важно. Все они произошли от обезьяны, просто эти убогие об этом не знают. А вот об этом знают голландцы, бельгийцы, немцы и французы, которые, обладая, стягивая в себя, как пылесосом вытягивая ресурсы, из Африки, из исламского мира, из Востока, из России, в конце концов, буквально вытягивая, вот так, втягивая в себе ресурсы и создавая толпу сытых и довольных мещан, которые претендуют на роль белого человека сегодня, по большому счету, и которые являются просто прикрытием для реально правящих элит Запада, которые претендуют на то, чтобы быть господами мира, погружает весь мир в ситуацию тирании. Максим, вот в этом всем раскладе, который ты замечательно обрисовал, Россия, ее место в этой битве с западной цивилизацией со всеми остальными. Очень хороший вопрос. Российская империя — это инструмент Запада для порабощения русского народа. Вообще Российская империя, которая ставит своей целью стать частью Запада, это инструмент Запада для порабощения русского и других народов Евразии. Если Россия становится самодостаточным государством, неважно, как она называется, империей или царством, или республикой, или как угодно, если она не считает себя частью Запада, не считает себя Европой, или Китаем, или чем-то еще, а является самодостаточным пространством, осознающим свою уникальность антропологическую, цивилизационную, культурную, она является антологическим врагом Запада. На этом, на самом деле, основана глубинная интенция сталинизма. Сталинизм не был марксизмом. Он начинался как марксизм, он двигался как марксизм, но в какой-то момент, недаром, это многие не понимают, кажется, что Сталин ввел, вот там церковь восстановил, там Вертинского вернул. Что это такие заигрывания с эмиграцией? Доплевал Сталин на белую эмиграцию с высокой колокольни. Сталин просто понял в какой-то момент, он на самом деле, пройдя марксизм весь в лаптях обутый во все стороны и зайдя в любую его щелочку, заглянув в марксизм, было невероятное образование человека, невероятной культуры и интеллекта, он понял, что это, как он сам сказал, не догма, а метод. Метод преобразования реальности марксизма. Один, а метод, значит, что любой метод это один из методов. Есть этот метод, а есть другой метод. А что догма? И он в 1942 года ввел, фактически попытался ввести достаточно успешно, перевести войну, которая начиналась как война, Гитлер вел войну европейской цивилизации против жидобольшевиков. Это был официальный лозунг похода на восток гитлеровской Германии. Они с самого начала ввели войну не как национал-социалисты против коммунистов, а как цивилизация Европы, они сразу ввели цивилизационную парадигму. А тут получается какой-то интерпретатор Маркса, Ленина, Сталина, критики Троцкого с ними сражаются. Они обречены были, пока были интерпретаторами Маркса, Ленина, Сталина и критиками Троцкого. А вот если это конфликт европейской западной цивилизации и не западной цивилизации, а какой? И выясняется тогда, что русская революция 1917 года, она была просто методологически марксистской революцией. Методологически. А по сути это было одно из первых цивилизационных восстаний против западного господства и западного порабощения народов России. Что не могли до конца осознать большевики ленинского призыва. Потому что это были гении, это были гениальные люди, как и Ленин. Но они мыслили в рамках того способа познания и описания мира, который сформировал их сознание. Гегель, Фейербах, Фихте, Кант, в основном это Маркс, немецкая философия. После смерти Сталина мы вернулись. После смерти Сталина абсолютно Хрущев, который ничего не понимал. А Сталин не мог сказать, собрать там политбюро, сказать, товарищи, мы переходим на цивилизационный уровень. Он пытался сделать, он пытался собрать там все православные совещания. Он в 1948 году, по-моему, православных церквей, Балкан там и так далее. Он пытался еще на эту тему там что-то говорить. Он не даром пытался работать с национальным фактором. Ему тоже не хватало методологии. Он был одинок в этом своем понимании мира тогда во многом. Хрущев, конечно, Хрущев попытался все. Вот они после Сталина, они подумали, ладно, это были какие-то причуды этого стареющего грузина. Ну, нахрен там. Давай вернемся к понятному. Вот диалектика, вот как бы Гегель, вот Маркс там, вот Дюринг, вот Анти-Дюринг там. Ну, что, ну, все понятно. И выяснилось, что вот это все является просто ветхими одеждами, которые ничего не объясняют и не описывают. В этом и была причина поражения, одна из причин поражения советского проекта. Не в том, что там Хрущев и Каганович, Маленков, Молотовы, примкнувшие к ним Шипилов, были какими-то тайными там агентами ЦРУ или либералами. Нет, они были марксистами. Ну, просто марксизм после тех энергий, после того формата, того масштаба, который подняла Вторая мирная война, где Советский Союз был иной цивилизацией. Иной. Русская цивилизация, она проступила из-под марксизма. И русская цивилизация имела серьезное основание. Есть великолепная работа Пыжикова, великолепного русского историка, корни сталинского большевизма. Где он просто показывает старобряческий и интеллектуально, и метафизически, и системно, и семантически генезис сталинизма. Вот не марксизма ленинского, не революционного марксизма, всех этих прекрасных писателей и поэтов эпохи революции. А вот более глубинные корни русское сектанство, Эткина статья, Эткинда есть статья, хлыст, не статья, а книга толстая, хлыст, который тоже на эту же тему. Русская цивилизация, которая явлена была в Разинском, Пугачевском восстании, в народничестве русском, в русских мальчиках и русских девочках, описанных Достоевскому, которые шли, непонятно против чего они шли, не понимали, не понимали. И Сталин до конца не понимал, но в силу своей гениальности он чувствовал, он чувствовал, что здесь заложено. И когда он превратил Великую Отечественную войну в войну цивилизаций, и сказал, советская цивилизация, русская цивилизация противостоит западной цивилизации, Запад это зло, это насилие, и центр западной цивилизации это Европа. Почему у Сталина с Рузвельтом были отличные отношения? Потому что Америка это контр западная цивилизация, это как бы альтернативная, контр элитная альтернатива внутри Большого Запада. Это другая тема, мы ее обсудим в другом моменте, но у России с Америкой вообще нет никаких коренных противоречий, вообще нет. Есть общая проблема, это Европа и Британия. Максим, ну вот нет противоречий, а мы последние 70 или 80 лет боремся, бьемся. Зачем мы не бьемся, где ты видел какую прямую войну между Россией и Америкой? Нет такого прямого конфликта. Есть конфликты между разными идеологиями, группами за регионы, есть это, но конфликта нет. Наоборот, всегда, мгновенно, заметь любое противостояние, всегда и с Советским Союзом США, в самые годы холодной войны все равно сопровождалось переговорными процессами. То, что общая парадигма есть, есть общая точка угрозы и для Америки, и для России, это Европа. А вот эти цивилизации, про которые ты говоришь, мы где, наше место, наши позиции, наше будущее. А вот это мы посмотрим, как это будет развиваться. Посмотрим, как это будет развиваться. Как элиты современной России осознают русскую мечту, осознают принципы русской цивилизации, как они это поймут и интерпретируют. И я считаю, что конфликт цивилизации, освобождение от власти Запада, это безусловная ценность. Я выступаю за союз цивилизаций в глобальном конфликте с западной тиранией. Поэтому я считаю, Россия должна поддержать исламский мир, я всегда за это выступал, в борьбе исламского мира против того, что ему навязали. Ему навязали политические форматы европейские исламскому миру. Все исламские государства, это европейская калька, трафареты европейских просто вот как бы государств. Чехию взяли и перенесли на Аравийский полуостров какой-нибудь. Понимаешь, там как бы, ага, у вас тут вот бедуины, вот эти вот, значит, хашемиты какие-то, куриши, а хрен с ними. Вот тут втиснем, вот будет и Ордания, например, понимаешь. Вот так они сделали, французы твои любимые. А что же там должно быть? Я не знаю, это мусульмане должны решать. В мусульманском халифате были эмиры, были ханы, ты сам прекрасно знаешь. Ты как азербайджанец знаешь, что хан как... Максим, определись, я француз или азербайджанец? Ты владеешь французским лучше, чем многие французы. Поэтому ты франкофил, по крайней мере. Ты специалист по Франции. Ты великолепный. Ты, конечно же, азербайджанец до каждой клеточки своего костного мозга азербайджанец. Хочешь я тебе расскажу? Шикинский хан, Бакинский хан, Эреванский хан. Ханы самодостаточные вроде как государства, а на самом деле нет. Это совсем другая форма политического управления. Это не нации. Нет шикинской нации. А ты поверь мне, Эльмар, могли создать так, чтобы у тебя была бы гинжинская. У тебя вот гинжинское ханство было? Конечно было. Вот гинжинская нация могла бы быть. Гинжинцы, которые с шикинцами воюют. Они до сих пор очень особенные. Это не нация. Это не нация. Нация обязательно должна стремиться к созданию государства, культурному и этническому господству на территории этого государства. Понимаешь? И это абсолютно западная концепция. Европейская причем. Вот американцы умные. Они не допустили на территории Соединенных Штатов Америки никакого права нации на самоопределение. Хотя казалось бы, а почему Техассы? Да, страшная была война гражданская. Техассы, но это не право нации. Это не за право нации. Это было за интерпретацию декларации трудов Джефферсона и Франклина. Даже этого они не допустили. Ну вот Техас. В Техасе вполне как бы всегда было национальное движение. Даже сейчас есть Техасская фронт. Оно в Америке под строжайшим просто запретом. Если ты там в Техасе скажешь, что ты за отделение Техаса, если ты просто какой-то человек, ну, свобода слова. А если ты сенатор, допустим, от Техаса и скажешь, что это смертная казнь. Мало кто знает, что в Америке по законам, если ты политически значимое лицо, выступаешь за сепартизацию какого-то штата, это преступление, высшее политическое преступление. Ну да. Вот. Поэтому, собственно говоря, завершаем сегодняшний наш разговор. Да, это война цивилизаций. Война цивилизаций. А миру западной унификации, западной тирании, западного порабощения мозгов, сознания, духа, интеллекта, экономики, полезных ресурсов всего остального человечества должен противостоять союз цивилизаций. Я не говорю, какая из них хуже, какая лучше. Такая оценка в принципе неверна. Хуже, лучше. Лучше будет та, которая победила. А я вспоминаю такой очень интересный фильм испанский, Кортес, про шестисерийный, по-моему, гениальный фильм, на мой взгляд, такой мини-сериал про Кортеса, значит, про завоевание империи ацтеков. Очень интересная там показана личность Кортеса. И там такой есть эпизод, когда он уехал, и оставшийся его заместитель, такой радикальный испанец, конкистадор, не помню, как его звали, очень известное имя. Значит, он, когда у них вот был такой праздник у ацтеков, там один юноша, он в течение года жил там, что хотел, там, все там, любые как бы бабы к его распоряжению, там, еда, все что угодно. Но в конце года он мазал себя голубой краской, значит, одевал там, значит, ожерелье, значит, венок и, напевая на свирели, значит, выдувая мелодию какую-то под религиозные пения, поднимался наверх пирамиды, ложился и счастливо, значит, отдавал свое сердце Кецалькоатлю. Когда вот заместитель Кортеса, Кортес сказал не трогать. Коронада, если не ошибаюсь. Да, не трогать. Когда они это увидели, испанцы, они устроили дикую резню, убили этого юношу, убили, а нет, они там убили, значит, всех, вот, всех, кто стоял на пирамиде, язычники, да, а этот юноша, когда это увидел, сказал, вы чего, охренели там, вы лишили меня возможности там перейти к богу, да, раз. И там такая есть аналогия испанцев, которые одновременно сжигали там тысячами людей, там параллельно есть линия, что Кортес якобы любил девушку, которая была из маранов, из мусульман, втайне они там соблюдали ислам, а со старикатоликами, нет, такие в 15 веке запросто это могло быть. Да, 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 но с Кортесом вряд ли, да. А вот как раз в реальности я стал читать на эту тему, очень даже не вряд ли, очень даже, был очень интересный человек, очень необычный человек. В отличие от Колумба, который был просто таким садистом, палачом, конкистадором, Кортес как раз именно старался постоянно договариваться с Монте-Сумой там и так далее, он же взял жену-индианку, которая переводила... Дона Марином. Да, переводила на, значит, с языка там ацтеков на испанский, потрясающая женщина, значит, и в общем, это очень интересный момент, в этом фильме, вот осмысляется это, что мы часто приходим к другой цивилизации, до конца не понимая, как она происходит, и у нас в головах, у европейцев, есть вот эта вот идея прогресса, мы носители, мы белые носители прогресса, да, а вот они там, это какие-то вообще другие совершенно. И в итоге мы уничтожаем и ломаем все, что только есть, мы не помогаем развиваться той цивилизации, да, исходя из ее антропологического понимания. Но и так всегда поступали цивилизации. А ведь когда-то европейцы тоже приносили человеческие жертвы. Я напомню, когда у Агамемна ветра не дули, да, то как делать? Вот дочку возьми и фигинею, да, положи на алтарь, вырежи ей сердце, посвяти там Артемиде, да. Ну, после христианства перестали. Да, серьезно? Это ты расскажи там Южной Германии, где 40% населения Южной Германии сожжено было, понимаешь, там и так далее. Я хочу тебе одну историю рассказать. Со мной было в моей журналистской жизни, когда я в составе российской экономической делегации, еще при Саддаме Хусейне, посетил Багдад. Мы ехали, было закрыто небо над Ираком тогда, и мы 15 часов ехали по пустыне туда, а потом 15 часов возвращались через Оман. И вот мы возвращались, вернулись в Оман, через эту страшную пустыню, необыкновенно красивую, но страшную. Каждые 10 секунд мимо нас 15 пролетал огромный бензооз, который вез в Иорданию контрабандный низкооктановый бензин из Ирака. И мы приехали, прибыли в Оман, сразу в аэропорт, огромный пустой аэропорт, гигантский, фактически представлял собой фрешоп такой. И вот в этом фрешопе, в пустом, кроме нас, по-моему, там никого не было, мы ждали свой самолет, он, естественно, был нерегулярный. И на весь фрешоп, я помню, была одна девушка, я не знаю, была ли она палестинка или иорданка, очень красивая арабка, в мини-юбке, в каком-то топике, накрашенная. И над ней работал телевизор, над ее стоечкой, который показывал израильское телевидение. Так вопрос о конфликте цивилизации. Ну, это просто навязывает. Навязывается экономические, культурные и социальные связи с Израилем, который является ножом Запада, воткнутым в тело исламского мира. Это мое представление. На этой мажорной ноте. Не нравится, не соглашайтесь. Да. Но мы открыли, по-моему, тему для нескольких интересных разговоров. Спасибо, Максим. Я надеюсь, что в ближайшее время мы продолжим. Надеюсь, этот разговор был интересен нашим зрителям. Как всегда, подписывайтесь на нашу точку кипения, на наш канал. Ставьте лайки. Спасибо огромное Максиму Шевченко. Максим, до новых встреч. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok